Туриста, приехавшего в Чехию с единственной целью попить пиво, никто из местных не осудит, за неуважение к прочим культурным ценностям их страны, потому что пиво здесь главная культурная ценность. Статья Константина Мильчина публикуется в журнале «Вокруг света» за сентябрь 2013 года. В Чехии пьют пиво все, повсюду и много. У нас алкоголизм явление историческое, опирающееся на многочисленные привилегии, пожалованные нашими королями, повелевавшими городам варить пиво, а подданным его пить, писал о пивных традициях Чехии Ярослав Гашек в рассказы «Опыт безалкогольных вечеринки» или «Американские увеселения». По сюжету американские миссионеры устроили в чешском городке безалкогольную вечеринку, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Чехи выстояли, на вечеринку пришли местные пьяницы и вмиг споили проповедников. Для Гашека питье пиво – чешская национальная идея. Пили, пьем и будем пить. Но при этом далеко не все чехи хорошо относятся к Гашеку. Похождение бравого солдата Швейка народные считают набором стереотипов, причем самых неприятных. Чехам не нравится, что их считают пусть симпатичными, но при этом плутоватыми и недалекими алкоголиками. Швейку уважают в Польше, на Западной Украине и даже в России. Ему поставлены памятники в польском Санаке, во Львове, в Киеве, в Донецке, в Санкт-Петербурге, Омске и многих других местах за пределами Чехии. В Чехии нет ни одного памятника, швейку. Там его не любят. Там любят пиво. Среднестатистически Чех выпивает более 120 литров пива в год, то есть по 0,33 литра ежедневно. И в этом смысле Чехи впереди планеты всей. Пивные повсюду, в шаговой доступности, и в Праге, и в провинциальных городах, и в сельской местности. Рестораны, кабачки расположены так, чтобы никто не остался без пива. В центральных площадях городов и деревень пивная вообще в каждом доме. Пивзаводы расположены в живописных местах и напоминают замки феодалов. Даже чешские деньги будто специально приспособлены под пиво. Здесь мелочь в почете. Никто не стремится поскорее от нее избавиться. Кружка пива в среднем стоит 20-25 крон, 30-40 российских рублей. При этом есть монеты номиналом 20 и 50 крон. Очень удобно. Ты на стол монетку, тебе кружку или две пива. Если присмотреться к ценам в заведениях, то можно обнаружить, что пиво стоит дешевле, чем любой из безалкогольных напитков. Минеральная вода в барах и ресторанах в среднем на 5 крон, примерно 7,5-8 рублей дороже. Минувшей зимой правительство подготовило законопроект, обязывающий рестораторов включать в меню хотя бы один безалкогольный напиток дешевле пива. Но рестораторы возмущаются и закон пока не принят. В период между двумя мировыми войнами, во времена первой Чехословатской республики, которой нынешние чехи считают золотым веком свободы, пивные были витрины демократии. Патриотическая легенда гласит, что после работы президента Томаш Масарик, премьер-министр, глава парламента, министры, в общем, все первые люди государства шли в пивную, где садились за те же столы, что и лидеры оппозиционных партий. И начинали пить пиво, есть кнедлики и мясо в остром соусе, после чего, естественно, заказывали еще пиво. Любой гражданин мог подойти к руководителям государства, поболтать с ними, распить по кружечке. Пивная демократия восхищала американских гостей, которые утверждали, что только Чехословакия может считаться настоящей республикой. Распивая пиво, много не навоюешь, поэтому неудивительно, что нация, взросшая на таком напитке, последний раз воевала сама за себя почти 400 лет назад, в самом начале 30-летней войны. В 1620 году в битве на Белой горе чешские повстанцы были разбиты войсками Священной Римской империи. С тех пор чехи либо сдавались, либо как швейк саботировали свое участие в чужих войнах под чужими флагами. Соседи пьют более агрессивные напитки. Шнапс немцы или вино австрийцы и венгры. Вино в Чехии тоже есть, причем отменное, но урожаев Южной Моравии не хватает на то, чтобы утолить жажду населения. А для крепких напитков, которые здесь используются лишь как дополнение к пиву, чехи слишком спокойные. Наверное, с пивом нельзя сделать страну сверхдержавой, зато можно построить уютную, тихую жизнь. Чтобы посмотреть на нынешние взаимоотношения чехов и пива, лучше выехать из Праги. Оказавшемуся в субботний вечер в чешской деревне может показаться, что на веселе все население, мужская часть точно. Мужчины с большими животами, часто вместе со своими упитанными боевыми подругами, сидят в кабачках и пьют пиво из кружек. Громко челкаются, шумят. Если кто-то встает, то заметно, что на ногах он стоит не совсем твердо. Здесь ходят слегка наклонившись вперед, глаза у людей мутные, с поволокой, а речь сбивчивая. Кто-то может даже присесть на травку. Но в воздухе нет и намека на агрессию, только густой перегар. Все крайне дружелюбны друг к другу и к гостям. У бавар пиво может и вкуснее, но чешского ты выпьешь больше. Легкое, пьяняющее, медленно и нет злобы в душе, рассуждает на ломаном русском бармен из ресторана в деревушке Каменицы. Главное в пиво вода. Хмель хорошо, солод хорошо, но главное вода. Вода должна быть мягкой. Мягкая вода это та, в которой мало солей. С точки зрения геологии, Чехия идеально подходит для производства пива. Здесь много подземных озер, именно с такой мягкой водой. Почему пиво, которое делают в России, по чешской лицензии, хуже того, что варят в Чехии? У вас вода жесткая, мало у вас гор, объясняет бармен из Каменицы. Пиво самый древний из алкогольных напитков. Его начали варить ближе к концу каменного века. Сохранились рецепты времен шумеров. По ним даже смогли приготовить пиво, правда оно оказалось не очень вкусным. В Чехии пиво варили с 11 века, а в 16 уже упоминалось некое известное сегодня название. Но то пиво было не такое, как сейчас, с другой рецептурой и вкусом. Современные рецепты начали складываться лишь в 19 веке. Исторически сложившиеся взаимоотношения чешского народа с пенным напитком нагляднее всего видны в пивной или в господи, как называют в Чехии. Если вы приехали в Прагу, то лучше искать те, что находятся не на главных улицах, а в переулочках, где поменьше туристов и побольше местных жителей. А еще лучше подальше от центра. Если Чехии не заняты просмотром футбольных или хоккейных матчей, а в господах стоят телевизоры и здесь страстно болеют за любимые команды, то они охотно поговорят с иностранцем. Кто-то на ломаном английском, а те, кто постарше, до сих пор неплохо помнят русский. В господи темно и шумно. Люди сидят за столами и бурно обсуждают прошедший день. Спорт, политику. Иногда здесь можно наблюдать трогательные картины. Вот в пивную заходит с кувшином 10-летний мальчик. Он хочет купить пиво для отца. А вот муж с женой потягивают пиво из кружек. А под столом их собака угощает пивной пеной из миски. Мирослав, мужчина за 50, с лихо подкрученными густыми усами, рассуждает про австрийские времена. На нас смотрели, как на народ четвертой категории. Дышать было тяжело. Австрияки думали, что мы годимся лишь им прислуживать. Как они говорили, хороший чех кучер, хорошая чешско-горничная. Вот и все. Но наши начальники, те, кто тогда нами руководили, приняли это не как обиду, а как вызов. И решили создавать свою промышленность. Чехи бросились работать. После работы хотелось выпить пиво. Мы любим пиво. Пиво – чешский хлеб. Знаешь, почему мы со словаками теперь в разных странах живем? Потому что они пиво не любят. Ешьте пиво, спрашивает подошедший официант. Это не в смысле ешьте пиво, а в смысле еще пиво. Оно, просим, да, пожалуйста, отвечает Мирослав и добавляет, это моя пятая кружка за сегодня. Ярослав Гашек в одном из рассказов описал двух закадычных друзей, которые выпивали по 30 кружек пива за один присест. Чешский YouTube полон роликов, где представители местного населения хвастаются, рассказывая о пивных рекордах. Или даже демонстрируют их. Например, в одном из роликов симпатичная девушка выпивает пол-литровую кружку меньше, чем за 10 секунд. Увы, обратная сторона любви к пиву в Чехии тоже заметна. На улицах слишком много полных людей, как мужчин, так и женщин. Стройные чешки встречаются в Праге, в провинции фотомодели с осинными талями не увидеть. Деревенские девушки крепки и могучи. Здесь жирную пищу забивают пивом. Свинина с хлебными или картофельными недельками в остром или сливочном соусе. Это очень вкусно, но не очень хорошо влияет на фигуру. Что поделаешь, мы народ пива, говорит Мирослав. Подкручивая усы, на свою пятую кружку он смотрит с благоговением, как на дар свыше, как смотрит на герб или флаг страны. Японская пивная компания Kirin с 1975 года занимается исследованиями потребления пива в мире. Вот результаты в литрах на душу населения по первой десятке стран из последнего отчета по состоянию на 2011 год. Первое место. Чехия. 122,8. Второе место. Австрия. 108,2. Третье. Германия. 107,6. Четвертое. Ирландия. 100,1. Пятое. Эстония. 99,6. Шестое. Польша. 93,6. Седьмое. Финляндия. 90,5. Восьмое. Хорватия. 86,5. Девятое. Словения. 84,3. Десятое. Австралия. 81,9. Россия занимает 28 место с результатом 65,3 литра на душу населения в год. Чехия возглавляет список 19 год подряд. Еще раз. Россия. 28 место. 65,5 литра на душу населения в год. Чехия. Первое место. 122,8 литра на душу населения в год. Подставки для пива у немцев это бердикель, у американцев костер, у англичан бирмат, у чехов тацек. Пивные подставки появились в Европе в 19 веке. Изначально они выполняли функцию дешевых крышек для пивной кружки, чтобы спокойно можно было попивать пивко на улице, не боясь, что в него упадет мошка или сухой листик. Однако почти сразу же их стали использовать как подставки, которые должны были впитывать капли влаги, конденсирующиеся на стенках кружки, чтобы поверхность стола оставалась сухой. Первые подставки делались из картона. В 1892 году немецкий бизнесмен Роберт Шпут запатентовал технологию их производства. Пивная атрибутика часто становится предметом коллекционирования. Собирание подставок по науке называется тегистология, от латинского тегис, коврик. Один из крупнейших чешских коллекционеров пивных подставок, 29-летний Владимир Герлих из Злина. В его собрании более 25 тысяч подставок со всего мира, из них 2763 чешских. По пивным и ресторанам подставки собирают лишь новички. Так вы найдете немного, говорит Владимир. Для коллекционеров существуют специальные слеты, где можно выменить или купить тацки. Цена начинается с 25 евроцентов. Но если речь идет о подставке, произведенной в Чехословакии между войнами, то она может стоить больше 100 евро. Для вокруг света Владимир выбрал несколько интересных подставок из своей чешской коллекции. Пивные традиции чехов не может поколебать даже Октоберфест. Ежегодно стартующий в сентябре в Баварии. Чехи проводят свои пивные фестивали в мае-июне. Один из таких ежегодных день козела в деревне Вельки-Поповице, что в 25 километрах от Праги. В деревне несколько пивных, два пруда, церковь, крытый хоккейный стадион и огромный завод, где варят пиво Вельки-Поповицкий козел. Празднику 20 лет. Начинается он с того, что главный пивовар завода открывает бочку со сваренным по случаю пивом, а повара выкатывают стол со свиной колбасой. В 2013 году ее длина достигала 187 метров. Напившись пива, гости праздника отправляются поприветствовать покровителя завода козла по кличке Ольда Ярда, который живет в специальном загоне. Чешские козлы невзрачны, им не под силу роль символа завода. За козлом, который внушал бы уважение пивоварам и клиентам, в 1930 году снаряжали экспедицию в Закарпатье. Привезенный оттуда представитель, представительный самец горного козла, ростом стеленка, получил кличку Ольда. В его честь теперь к имени всех местных козлов-талисманов добавляют Ольда. Ольда, нынешний главный козел-зверь с большими рогами, умным взглядом и обаянием голливудской звезды не хуже первого. Итак, Ольда Ярда. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.